Эльмира Репченко С самого детства хотелось братишек, сестренок рядом, хотелось иметь большую семью? На самом деле очень хотелось, потому что я видела другие семьи, в которых жить гораздо веселее, чем у меня. И я у мамы все время просила, мама, ну давай купим братика или сестричку, она говорила, очень дорого. И получается, с самого детства вы хотели большую крепкую семью, да? Да, но эта вот картинка, она у меня пришла позже. Просто я знала, что не меньше двух детей, это однозначно, потому что в моем окружении не было многодетных семей. И для меня было открытие уже, когда я была мамой, что многодетная семья – это так красиво и здорово. А скажите, пожалуйста, получается, какие плюсы у многодетной семьи? Это вот красиво, здорово, вы уже сказали. И какие еще плюсы? Ну, я считаю, что много плюсов. На самом деле это вопрос очень серьезный, потому что когда я была одна у мамы, я училась думать только о себе. Ну, потом, когда я стала повзрослее, стала учиться думать и о маме. Но, в принципе, когда много детей в семье, они учатся, заботятся и о других, не только о себе. Я считаю, что это большой плюс, когда человек думает не только о себе. А расскажите подробнее о своих детках, мы можем прямо открыть наши смартфоны, показать какие-то фотографии. Так, у меня четверо детей. Старшая, 16 лет, вот будет 17 лет. Алиса, ей 16 лет, она учится сейчас, она студентка первого курса, она учится, мечта ее сбылась, наверное, моя какая-то мечта. Она учится в РКИ, Ростовский колледж искусств, по специальности ДОМРА, инструменты народного оркестра ДОМРА. И все мои дети занимаются также ДОМРА, потому что у нас необыкновенный, не посчитайте это как за рекламу, необыкновенный педагог. И вот она настолько влюбляет детей в музыку, что мы учимся даже в специализированной школе, лицей при консерватории, вот по классу ДОМРА. Все детки, трое деток там учатся, и четвертый, я думаю, тоже с Бужей помощью у нас еще год поступит. Маша учится, в первом классе пошла в музыкальную школу, просто музыкальную школу, и на следующий год она поступает в первый класс, вот тоже по классу ДОМРА в лице и при консерватории. Вот у меня три школьника и один студент. Вот, ну что я хочу рассказать, Алисе 16 лет, очень увлекается музыкой, на самом деле прям буквально два слова, когда я ее водила в музыкальную школу, она рыдала, то есть для нее это было очень трудно, это была, наверное, музыка моя, я очень хотела музыкальную школу, но там в силу каких-то семейных обстоятельств не получилось. Ваня, ему скоро будет 13 лет, тоже он учится по классу ДОМРА, увлекается роликами, то есть мальчикам не хватает адреналина, агрессивные ролики. Вот мы ездим кататься, говорят, а что, что же мы будем делать, где же у нас открытые скейт-парки? Ездим кататься на Грибной канал, там да, да, по выходным очень недовольны. И еще младший сын Николай, он учится тоже у нас по классу ДОМРА и катается на самокате. Я старалась, чтобы для детей вот помощь по домашнему, по хозяйству, это было нетрудно. То есть все все умеют, помыть полы, почистить картошку, ну сварить суп, испечь пироги, это, конечно, старшая, но младшая уже тоже все умеет. Получается, мы говорили о плюсах, какие трудности, по-любому есть, когда много деток, какие-то и трудности? Ну, на самом деле нет трудностей, это все в голове. Вот когда люди говорят, что это трудно, это денежно, очень трудно, это тяжело, финансово, надо каждому ребенку дать образование. Если дети хотят, они сами учатся, и мы сделать более умнее их не сможем, мы можем им помочь развиться. Эля, вы не только мама четверых детей, но еще и преподаватель в воскресной школе. Расскажите об этом поподробнее. Это хобби, это работа? Ну, наверное, больше это хобби, потому что я всегда, мы ходим в храм, мы православная семья, и в храме я всегда была активной родительницей воскресной школы. И пришло время к такому, что менялся состав воскресной школы, и наш настоятель попросил меня вот сначала исполнять обязанности директора воскресной школы, а сейчас и выполнять. Ну, в принципе, у нас воскресная школа состоит из трех педагогов, ну, трех-четырех, поэтому она небольшая, но это удивительно. На самом деле, в нашем мире помогать детям правильно ориентироваться, что-то им рассказывать такое полезное, что они нигде больше в другом месте не возьмут. То есть я считаю, что это очень важно. Особенно мне нравится заниматься с маленькими детьми, вот 5-6-7 лет до первого года. Они широко распахнутыми глазами, слушаются, впитывают колобку и формируются правильные представления. Ну да, чем врачи, тем лучше, конечно. А у вас есть какие-то семейные хобби, традиции, которые только именно в вашей семье? Ну вот, я поняла, стараемся, чтобы у нас были всегда совместные праздники, день рождения проводим семейно. И вот сейчас у нас такая традиция уже на протяжении двух или трех лет. Мы выезжаем, вот у нас ролики, ролики, самокаты, мы куда-то выезжаем. То есть у нас суббота традиционно, у нас с утра, конечно, музыка с 8 утра, а потом часов с 10-11 мы можем поехать и до обеда где-нибудь хорошо покататься. То есть это с какими-нибудь вкусными булочками, с горячим чаем. То есть это все очень интересно, особенно когда мы едем куда-то за город. И дети это очень ценят, потому что самое главное, это не то, что мы им купили и куда мы с ним поехали, а как эмоционально заполнен этот день общения совместного. Все-таки в чем секрет воспитания ваших детишек? Каких-то несколько, возможно, три основных момента, которые для себя вы подметили? Ну, много моментов. Вот я же говорю, так как я педагог по образованию и много об этом думаю, чтобы воспитать настоящих хороших людей, хороших, добрых и ответственных. Но, наверное, это самое главное, это пример. Мы можем много говорить, но если мы не будем это делать, то, что мы говорим, это, наверное, будет все впустую. Ну, то есть процентов 80 пройдет мимо. То есть второе, это, конечно, не отталкивать их, слушать их, успевать, при том, что настолько насыщенный график, что даже мне самой страшно. Я, ну, вот не помню, я, как я говорила, я вдова, и вот как 4 года будет вот в это воскресенье. И когда мужа не стало, я все это упало на меня. Я вообще не помнила, вот первые 2 месяца вообще не представляла, как он каждое утро возил детей в школу. То есть мы всегда учились не рядом с домом. То есть это уходило 20-40 минут на проезд, и в любое время года, в любую погоду, во сколько бы он ни вернулся, он ехал. То есть это вот было очень трудно. И когда вот это все на меня свалилось, ну, я знаю, что Господь дает все по силам. И поэтому, немножко разобравшись с этим, как-то вошло в это, в систему. Но я хочу сказать, что надо всегда находить время, хоть 5 минут, пообщаться с каждым. Это самое главное. Потому что для детей важна теплота, понимание, чтобы их выслушали. Иначе они будут искать это общение на стороне. А нам же важно, чтобы это было правильное общение. Конечно. И вот вы сказали уже про общение. Вот как найти подход к каждому ребенку? Потому что они бывают капризничают, бывают они проказничают. И чтобы тоже, если сильно не наказывать, но в то же время понимание у них было, что хорошо, что плохо. Знаете, я все время об этом думаю, потому что вот меня окружает много многодетных подруг. Мне кажется, женщина становится настоящей мамой, когда у нее даже, наверное, не третий ребенок родился, а четвертый. Потому что спокойствие, терпение, любовь открывается не с первым ребенком, к сожалению. Есть, наверное, уникальные женщины, у которых это происходит. Но в 20 лет, когда ты еще, по сути, сам ребенок, очень трудно быть терпеливым и спокойным. Мы же знаем, как общаются с детьми бабушки, как они удивительно находят время остановиться, наклониться. И вот когда в 40 лет ты рождаешь ребенка, это совсем другое отношение. И поэтому вот то внимание, то есть надо просто не спешить и понимать, что все эти капризы, все эти там взбрыки, это все пройдет. И это все побеждается любовью. И поэтому спокойная мама, добрая, размеренная, ненервничающая, никуда особо не спешащая, это, в принципе, наверное, тот самый секрет воспитания хороших, спокойных детей. И вот это семейное такое объединяющее начало. Сейчас, если мама в гармонии с собой, то у нее все детки и семья будут тоже гармоничны. Да, да. Ну вот я же говорю, к сожалению, это вот приходит не сразу. Ну, все приходит с опытом, поэтому это тоже. И по вашему мнению, мама – это человек, который… Это дом уютный, чистый, теплый, это вкусная еда, это пирожки-пироги, это вот какие-то традиции семейные, это какие-то вкусняшки, это мама, которая может всегда обнять, поцеловать, пожалеть, подуть, поцеловать ушибленное место, послушать. Мы просили ваших детишек приготовить небольшие тоже высказки на тему «Мама – это». Давайте с вами посмотрим, вместе сочетаем. Да, начнем с самой младшей. Да, давайте, с самой младшей. Да, Маша у меня любительница, кроме музыки, ну, я знаю, что дети, они все талантливые, от природы всегда. Она очень любит рисовать. Она написала «Мамочка, я тебя люблю». Вот, наверное, я, принцесса, да, да. Это Коля. Коля – это третий класс, 9 лет. Тут, правда, орфографические ошибки, но все равно это трогательно. Мама – это человек, который умеет успокоить и меня очень любит. Иногда мама расстраивается и даже сердится. Но потом, когда я попрошу у нее прощения, тогда у нее опять хорошее настроение. Я люблю маму, а мама – меня. Хочу вот зачитать Алиса. Для меня мама – это забота, дом и любовь. Это детство, сказки на ночь, колыбельная белая медведица. Это прекрасные воспоминания, которые греют меня до сих пор. Это человек, благодаря которому сейчас могу это сказать. Мама, я тебя очень люблю. У вас замечательная семья, прекрасные дети, которые подобрали такие теплые слова, чтобы описать свою любовь к вам. И вот хочется, завершая наш интервью, узнать, какой это девиз у вашей семьи есть. То есть фразы, которые вы друг другу подбадриваете вы всегда. Золотое правило у нас всегда – относиться к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Вот это золотое правило – это не то, что девиз, это просто мы всегда по золотому правилу. Как бы по золотому правилу. То есть у нас вот это такое неукоснительное соблюдается, но старается соблюдаться. Эля, спасибо вам большое за интервью. Нам очень хочется поздравить вас тоже с наступающим праздником, Днем матери, подарить такой букетик. Спасибо огромное. Пожелать вам и вашей семье, конечно же, много-много счастья, любви. И чтобы вы продолжали быть такой же гармоничной семьей. Спасибо огромное. Спасибо большое за интервью еще раз. Это была программа «Коннект». Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова